У меня в дом сгорел, а я в дом ломанулся там, ценных животных доставать, и у меня 56% тела сгорел. Друзья, всем привет, вы на канале Ушатайка, и сегодня у нас материал о гиганте не из зала Федора. Теперь Григорий Пономарев тренируется в московском зале стрела. Например, именно там он готовился к своему третьему поединку с Юсупом Шуаевым, в котором победил нокаутом. Это было Fight Nights, а недавно Григорий подписал контракт с ACA и заявился в гран-при тяжеловесов, где 21 июля подерется с Мухуматом Бахаевым. Далее, фрагменты тренировки Григория под руководством Тараса Кияшко, история, как он спасал животных из горящего дома, и большое интервью на актуальные темы. Сделал материал наш корреспондент Ислам Бабаджанов. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра. Задерживается начальство? Чтобы у зрителей было понимание, что это Тарас Кияшко. Вот она, опять сюда. Тарас, приветствую вас. Какая тренировка планируется вообще сегодня? Да у нас сегодня так. Это вот я самостоятельный, без плана я пробежался, а так лапу у нас сегодня. Мы пока ничего не спаренгуемся, не боремся. Так только 2 плюс 2 изучаем. Выйти в ринг и победить его своими руками, своей головой, своими силами. Это же мой брат. Я буду стараться делать все для того, чтобы стать чемпионом. Тарас Кияшко, Тарас Кияшко, Тарас Кияшко. Ножки либо здесь, либо здесь. Идешь спокойно. И с запасом. Вот прям с запасом 50%. Смотри, фронтальные ножки. Смотри, ваша спинка прямая. Высочек для себя. Держь дорожку. С запасом, запасом. Представь, что ты еще можешь махнуть, еще оборонишь. Поэтому здесь фанатик. Да. Вот и что ты делаешь. Смотри. Ага. Руки уже здесь. Открывай пальчики. Ручки здесь. Двигай все. Ага. Побольше, побольше. Такой радиус. А внутри. Воооо, туда. Вооо, вооо. С вращением напорной ножки. Да, да, да. Да. Дисподь тебя. Дисподь тебя. И воздавь. Давай, давай, давай. Да, да. 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 Смотри, сейчас палочками работаем. Твоя задача двигаться. Если я тебя загоняю в билеточки, то занимать центр. То есть твоя задача выполнять защитные движения. Все угоняется, кончика, боистые атаки. Постараться, крикценту. Пошел. Пошел. Пошел и здесь, в центре. Отстал. Хорошо. А руки подпись, убрал? Давай, давай. Да. Садь, садь. Прямо плечом. Бам! Бам! Хорошо. Садь, садь. Нет, не мечи. Вот здесь. Видимо, решение уходить. Уходишь, а не так, что туда-сюда не услеешь. Да, да. В центре просто. Да, так входит туда. Бам! Хорошо. Садь, садь. Бам! Бам! Садь, садь. Бам! Ага, левый, то же самое. Бам! 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 Человек ожог пришел У него кружка уже хлопнула Я тебе такую историю кружок расскажу А что было? У меня дом сгонял, а я в дом ломанулся Ценных животных доставать И у меня 56% тела сгоняло Но я еще утром в трусах выбежу, как Маугли Маугли пожарник Пластик? Капало, ну, с потолка Я говорю, у тебя потел не видно что там вообще? Ну, суетнули маленько там На лицо наложили Ну, какую-то пленку Лицо нормально А спина вот у меня такая маленькая деформирована Ноги как-то быстро зажили Хотели пересадку сделать А где сколько тебе было? В этом 16 году, в августе Честно говоря, Гриша, я ожидал то, что ты постерем вообще уже будешь там где-то в углу лежать и бежать Я тоже так думал Я думал, когда я еще на дорожке бегал буду На дорожке буду тыкаться Нет, нормально? На дорожке там сколько? Минут 10-15 прошло Отдохнул Можно? Дорога Грибники встретились Грибники, да Опа, грибы со сметаной едят А завтрак, обед и ложь С соленым конкурсами С соленым конкурсами С соленым конкурсами С соленым конкурсами Подводишь Нет, я еще не общался Я ему голосковой записал У меня уже ответили Гриша, ты перед последним боем отравился Была диарея То после боя охрип Пропал голос Как со здоровьем, расскажи Да уже все нормально Уже все Да там буквально С этой диареей Через неделю уже После боя восстановились Даже Дни через пять, наверное Похуже стало сейчас С голосом После тренировки, я смотрю Ну да, маленько Может на выкриках Выкрикивал, работал Удары бросал Все равно выдыхаешь Все равно подседает Еще маленько голос Ты больше не гигант из зала Федора Но гигантом ты быть не перестал Сколько сейчас весишь? Сейчас вот 130 килограмм ровно 130-135 вот так Просто интересно Сколько сейчас Калорий ты потребляешь В день Чтобы вся эта машина Функционировала Должным образом Так Ну Ну короче Где-то три с половиной Наверное Три с половиной, да Я столько вот Может Может даже четыре Угу Но не ниже И не больше 28 марта Мы узнаем Что ты официально перешел В ICA Как происходил трансфер? Какие моменты Были обговорены Самый последний момент Перед подписанием? Ну Эта история Еще началась Буквально вот Перед боем Перед третьим С Юсупом Вот Где-то буквально Неделя за две Ну Ну Можно сказать Как Ну Ментально я уже был согласен Просто что Вот На кону бой И уже Что-то прям Конкретно говорить Я не мог Потому что нужно было Все равно что-то подумать Там Посчитать С тренерами обговорить Но мы Готовились на бой Поэтому мы Пока это Ну спустили на паузу И я сломбеку Я сказал Давай мы с тобой Ну прям После боя Я вот на следующий день Готов разговаривать Ну и все Мы вот И я отбился И Там через три дня Буквально Он написал мне Все мы уже Начали эту тему Все крутить С тренерами Обговаривать там Контракт И все Вот мы сейчас Участники гран-при А какое условие Оказалось главным Для тебя вот Перед подписанием Не понял В смысле Нет Там знаешь Какие разговоры были Что Деньги это не самое первое Например А это Это ну для меня Как бы Мне все там говорят Ты че там Это же ну Бабки-бабки там Для меня как-то ну Я своих денег все равно Ну Без денег не останусь Тем более Я понимаю Что у меня сейчас такой Ну Как бы Статус уже конечно не Не союза ММА там не любителя Уже все равно как бы Я являюсь чемпионом Тем более я и подтвердил Своё чемпионство И все равно У меня уже статус такой Немаленький И Естественно и деньги От этого будут Маленечко другие Ну Немаленькие так скажем Но я туда шел больше За За соперниками Потому что Я никак не принижаю Файтнайтс Файтнайтс Очень хорошая организация Но там Маленечко нету Не было порядка Вот именно В тяжелом весе Там Ну там кто стабильно Султан Муртазалиев Сейчас вот Амар Алиев И Юсуп И я Вот По вашему счету Да И Можно сказать Никого там больше не было Так постоянно То есть там все проходные И Какую то вот оппозицию Ну Понятное дело Первый бой Там Ну такой нормальный Напряженный был Ну Султан Султаном мы так и не подрались С Бразилом мы так и не подрались Который то Он кстати подписал Он прям вот он единственный Кто прям подписал контракт Что он прям в ростере Fight Night Чтобы у людей было понимание Это Фернандо Андригес Да Фернандо Андригес Кстати с которым мы его должны были по-моему В прошлом году Да В прошлом году в январе подраться Но мы так и не подрались Потому что он заболел там Кого-то на замену Висенте на замену вышел Я получается на замену вышел И Висенте вышел на замену Бразилу То есть там Гран-при замен короче вышло такое Ну и все И Момент тот что как бы и Камил мне дал Хороший толчок И было Неправильно бы с ним не поговорить Все равно я с ним это обсудил Он мне говорит Гриша Все четко Ну У тебя есть шанс Я только за Ну вот мы и подписались А Мухаммада Мухаммада Сейчас стоит Мухаммада Мухаммада Вахаева предложили сразу Соперники Нет Даже до боя Ну до боя еще с Юсупом Мне изначально Ну я как бы все равно Так ориентировочно спросил Кто возможный соперник Они мне прям конкретно сказали Тони Джонсон Ну только на другое число Потом когда мы уже после боя Стали разговаривать о контракте Уже все Ну и был Уже предложили Либо Тони Джонсон Либо Вахаев Я думаю Ну мы как бы с командой Посоветовались Что Вахаев будет интересней Ну и Там Как-то Так Мельком глаза видел Там интервью Что он Ну короче Как недоволен Недоволен так сказать Мной Моей функционалкой Вообще моей оппозиции Что я типа Ну такой Сырой боец Да Сырой такой Молодой Пухляш Я думаю Ну наверное Это вот судьба Удивить его И ну Не у меня нету к нему Никакого негатива Ну Такой Такой человек Ну там Как говорят За словом в карман не лезет Вот вот И Я думаю Удивлю его Сразу на первый бой С ним соглашусь Вот Ну я думаю Он тоже удивлен наверное Он то наверное Даже и не подозревал Что Что вообще Я когда то Наверное с ним встречусь Вот ты уже назвал его Человеком Который за словом В карман не полезет Как и ты В частности Вот Можно ли сказать Что словесная дуэль С Мухаммадом Неизбежна В любом случае Ну это Мы наверное будем уже Как двигаться От Мухаммада Потому что Ну как Я никогда не несу Какой то агрессии Там Какого то трештока Так Грязного Я могу только где то Пошутить И то как Обобщенно Конкретно кого то лично Я никогда не задеваю Пока Естественно Меня никто не заденет Ну естественно Я вафлиться не буду Если он начнет Меня там как то Ну Так Сказать Ну Обзывать там Материть там как то Меня задевать Ну естественно Я маленько ему отвечу Ну Мы же идем драться Не в это Не У нас же не рэп дуэль Поэтому Я больше настроен На клетку Чем на Словесную перепалку А тебя хотел добавить Ты же еще не прочь Заматериться Когда надо А Мухаммад Как я предполагаю Он против мата Вот как с этим быть Ты же понимаешь Что в этом случае Напряжение неизбежно Я Он против мата Я против трештока А вот и поговорим Получается Не ну я тоже же выбираю Моменты когда Мат вставить Поэтому Я же не направо Налево кидаюсь матами А только когда Очень сильно необходимы Я так даже и не вспомню Чтоб кто-то матерился В ИСЕЕ Если честно Ну такой момент Вы может быть со сломбегом Обговаривали что Например Гриша ты молодец Например Ну давай без мата Нет А сломбег кстати мне ничего не говорил Я как-то Случайно так Изволил Посмотреть Какое-то интервью И А сломбег про меня говорил Сказал что нам интересен Григорий Потому что он токсичный Токсичный да И для меня это Как такой маленький рубильник Что в кыл Можно материться Что типа Свою токсичность Можно проявлять Видимо они Сами понимают Наверное что им Не хватает Такого Мальчиша Плохиша Который будет материться В их организации Поэтому так Вот Асламбег Бадаев Также Провел голосование На своем Телеграм канале И там подавляющее Большинство Проголосовали Проголосовал за то Чтобы Ты дебютировал В Айсей Именно поединком Против Вахаева Вот как ты думаешь Почему такой интерес К вашему противостоянию Потому что Это по-любому Было из-за Интервью Когда было Вот это после этого Скорее всего Да из-за этого Что Вахаев Как бы изволил Что-то там сказать И все Ну Это во-первых Во-вторых Что наверное Может быть Две одинаковые Там техники Ну как Как некоторые думают Что типа Вахаев Хороший борец Меня там все Оппозиционируют Как борца Не умеющего бить И думаю Что будет Такая Пятираундовая схватка По вольной борьбе Наверное Ну может быть Так и будет Скорее всего Сибирская вольная борьба Против чеченской Вольной борьбы После трилогии С Шваевым Ты отметил Что тебе не удалось Кайфануть От всей дистанции Готов ли оказаться В глубоких водах В бою с Вахаевым Или лучше все-таки Искать возможности Да Срочного завершения Нет Конкретно Ну если конечно Будет возможность Где-то там Что-то сделать Закончить бой Раньше Естественно Я закончу Ну там Гнаться за пяти раунды Ну специально Целенаправленно Я не буду Ну и бояться То есть Есть некоторые бойцы Там Блин Хотелось бы Чтоб все Побыстрее закончилось У меня такого не будет Если я зайду в четвертые Пятые раунды Ну я не расстроюсь Я буду готов и на четвертые И на шестые И на седьмые раунды А то что до боя Более трех месяцев Это хорошая новость? Ну в том плане Что основательно подготовиться И все проще Ну конечно Это ну У меня уже как Да Для меня Непринципиально Просто уже стабильность Что у меня Между вторым и третьим боем С Шуаевым тоже Столько уже времени было То есть Я успел и поболеть И выздороветь И восстановиться И подготовиться И вес делать Все четко Сейчас тоже В принципе Время у нас предостаточно Можно Хоть Хоть на кого подготовиться За это время Угу Вот ты Как сам я отметил Вы оба Боритесь Неплохо так Вот обычно Когда два борца Свечаются Вот в клетке Выходит так Что они обычно Дерутся в стойке Как и в случае Например Колби Ковингтон И Комаро Усман Например Они преимущественно Дрались в стойке А какой поединок Ты представляешь В голове Примерно Ну это же будет зависеть От плана От нашего План мы пока Не хотите раскрывать Ну и раскрывать Естественно Раскрывать мы его не хотим Но мы его особо и не Состраивали Мы пока просто сейчас В таком режиме Тренируемся Что мы Тренируемся вот Ради Ради себя Пока Не ради Вахаева Так скажем Не Подготовка у нас Чуть попозже начнется Под него Угу Вот Вот Ты еще говорил Что Я не сдаюсь Хоть 10 раундов Готов поработать А каким топливом Заправляешь Расскажи Ну а что вот Насколько хватает тебя Ну При таком весе Сотрудничество с душиком У меня закончилось Сейчас у меня идет Сотрудничество с Ну это уже не реклама Это просто я рассказываю С грибной продукцией Который меня очень сильно Подогревает Ну в смысле Меня Не они в меня Что Мое здоровье Очень хорошо Грибы подогревают И Я говорю Я как супермен Просто от них Ну и просто я Честно говоря Как то у меня Сменилась обстановка Ну Я не буду конечно Углубляться в это Другие люди Появились вокруг И внушают в меня Что я Готов хоть сколько драться Ну это все таки Да это все от головы Это Ну Я просто себе Я понял Что я могу Намного больше И сейчас я готовлюсь Просто я даже Не думаю Что есть такое слово Усталость Ну Для меня ее просто нету сейчас И в целом Перемены можно назвать Наверное Глотком свежего воздуха Для тебя Правильно я понимаю? Ну можно наверное Так даже сказать Глотком Воздуха свободы Тебя там в цепи дежали или как? Да нет почему? Ну Я ни про кого не говорю плохо Ну Я вот недавно смотрел интервью Вадима С Игорем Который Игорь как дела? Вот И они там выразили что типа Гриша такой громкий Но это маленько не для их клуба Может быть это и правда Маленько Вот этим внутренним составляющим Маленько Может быть я не для их клуба Все равно они такие Больше Поскромничать Ну как в интервью я имею ввиду В бою то они вообще звери все Ну и поэтому Поэтому, а я вот маленько где-то и поговорить люблю, где-то что-то высказать, где-то, опять же, где-то и сматериться. Их воспитание, ну, это им и неприемлемо. Все равно здесь, здесь маленечко, вот клуб, например, стрела такой сборный клуб. Здесь есть люди, кто и с поп-ММА, с кулачек, там, с UFC, отовсюду. То есть, вот в этом варишься, и все равно как-то, ну, более такой раскрепощенный, более свободный в этом плане. В частности, только что заметил Макса пулемета. Да, это мой очень близкий друг стал. Ментально примерил всех бойцов уже в родственной сей, как ты рассказывал. Да, ну, извините, еще даже, даже когда не было еще, ну, известно, что я вообще там драться буду, но я уже, ну, как узнал о Гран-при, я такой думал, блин, вот с этим бы я подрался бы, наверное, вот так, вот с этим бы вот так, блин, классно бы вообще там подраться было. А я еще кому-то писал, ну, он там, ну, работает этот человек, в ACA, и говорю, типа, а возможно вообще туда попасть? Ну, мне человек говорит, нет, типа, там все, все места забронированы, то есть, на год вперед, типа, даже не думай, что ты сюда попадешь. Неделя, и я, ну, мне уже предложили драться с ACA, поэтому мысли материальные, стоит только верить. Абсолютно согласен. А вот в углу вместе с собой кто будет в ACA? Естественно, Тарас будет, ну, и жена. Жена также будет? Жена, все, жена, это уже райдер у меня прям забронированный. Жена всегда со мной будет. Ну, не знаю, может быть еще кто-то, наверное, не будем загадывать, возможно, может быть, даже дядя Вова. Это здесь местный тренер по боксу, по тайскому боксу. Где он, его пока нет, он отсутствует, скоро он приедет. Не знаю, мы этот вопрос еще не поднимали, посмотрим. Вот если не ошибаюсь, в ACA еще никто не выходил с женой. А вот только единственное боец есть, а Виталий Слепенко, Женкин Лев. Женкин Лев. Я вот не вспомню, он выходил с женой или нет. Ну, он Женкин Лев-то, потому что он после боя слова такие трогательные про жену сказал. Я как бы его в этом поддерживаю. Непонятно было, почему на него столько хейта обвалилось за это. Ну, ладно, ему это отпустим. Ну, вот, а я буду первый в ACA, кто выходит с женой. Ну, у нас же еще Олейник, он тоже как бы его жена, жена вела. Ну, он, правда, в UFC дрался. По-моему, если мне не изменяет память, крайние свои бои, этот... Как он, Бага Огаев, по-моему, тяж, который... Да. Он тоже, по-моему, его последние бои там жена поддерживала, можно сказать. Ну, так у меня на уме больше нет никого. Ну, и Гриша, на десерт, не знаю, ты в курсе или нет, буквально вчера, получается, Александр Емельяненко помочился в аэропорту. Ну, в целом, вся ситуация, я имею в виду, то, что произошел каламбур, так скажем, если так можно назвать. Как ты отнесся к этому со стороны? С улыбкой или... Я уже это отнесся просто как к сериалу по ТВ-3. Я слепую смотрю иногда. Вот точно так же отнесся. То есть ничего нового я там уже не узнал для себя. Я не знаю... Дядь Саша просто, наверное, такой человек, ну, реально человек, заготовик, которого будет преследовать такие ситуации, пока он будет баловаться горячительными напитками. Я не знаю, он как, пьяненький был или нет? Ну, как говорят очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения. Ну, видимо, маленько уже на мозг поддавливает алкашечка. Еще самое интересное, что вроде бы должны были его задержать, но в итоге полицейские начали с ним фотографироваться. Четко. И в итоге он долетел до Москвы, и все нормально. Ну, слава богу, на самом деле, что не задержали. Хоть кто-то радует. Спасибо, Гриша.